...чинского вагона строительного завода. Под нами проходит река Яузы. Она берет свое начало как раз таки вот в том самом Лосином острове, что вдалеке с правой стороны, как огромнейший лесной массив и виден. А в том месте, где сейчас показалась голубенькая церковь, вот и шло постепенно. Начиналось то самое место, откуда волком тащили. На протяжении двух практически столетий, с XIII по XIV веке, с XIII по XIV век, речные суда от реки Яузы к реке Клязьми. В XIV же столетии реки стали постепенно пересыхать, и судоходство прекращалось. Уже в XV веке его не было. Но тем не менее, именно в то время здесь достаточно оживленным стало место. И в конце XVI века хорошо было известно, что здесь появилась деревянная церковь в честь иконы Владимирской Божьей Матери. А в XIX веке эта церковь из деревянной была перестроена в каменную. И когда-то была она на один ярус выше, была белого цвета. Но для того, чтобы военное лихолетие не стало она таким значимым символом, то есть и для пролета немецких бомбардировщиков была бы хорошо заметна, верхний ярус колокольни разобрали. Но послевоенный период восстанавливать уже не стали. Если же вы, проезжая, обернетесь, то на самом храме сможете увидеть изображение иконы Владимирской Божьей Матери. Мозаичное изображение Владимирской Божьей Матери как раз таки и будет встречать подъезжающих к Москве. Таким образом, вот сейчас мы с вами едем с левой стороны, мимо окраины города Матищи, а, соответственно, в противоположной стороне, покажется, нет город, который некогда считался, да и ныне является, не просто считался, а Наукоградом Подмосковья. Назывался тогда он Калининград, но позже был переименован в город Королёв. И ныне с правой стороны нас будет встречать дорога, уходящая к городу Королёву. Дорога эта будет начинаться ракетой, уносящейся вверх к огромным, далёким, звёздным пространствам. И не случайно под этой ракетой появится созданный в 91-м году герб города Королёва, на котором показана и траектория, что проходит ракета как раз таки вокруг нашей земли. 1812 года поставлена здесь была как раз таки в октябре 2012 года. И так, в небольшом сражении отряды французских войск и стрельцов из Троица-Сергиева монастыря, направлявшихся в сторону, к Москве, в результате состоявшегося сражения действительно французский отряд небольшой потерпел поражение здесь, на берегах реки Клязьма. Вот в честь этого события здесь и поставлена небольшая часовня. Одно из сёл некогда было дано здесь новгородскому служивому человеку. Правда, происходило это всего лишь в 1-3-15 века, поэтому в честь него вряд ли могло быть названо. В 1-3-15 века одно из сёл здесь было дано новгородскому служивому человеку Григорию Пушки. Он-то и приходился далёким предкам Александра Сергеевича Пушкина по отцовской линии. Ну а в данном случае с левой стороны покажется то самое одно из сёл на реке Уча, где была церковь Николая Чудотворца. Сама церковь здесь известна с конца 16 века, деревянная была, а вот каменная начала строиться позже. И один из последних патриархов, патриарх Адриан, именно не один, а последний, потому что после него патриаршество Петром I было уже, после патриаршество было прекращено на долгие времена. И вместо патриарха, то есть человека, стоящего во главе церкви, стал находиться Священный Синод, то есть некий орган, управляющий церквями. В данном случае, вот тот самый патриарх, что был последним, седьмой патриарх, восьмой патриарх, седьмой был Никол, восьмой патриарх Адриан, по этим местам проходил, и именно в этом храме Николай Чудотворца, после того, как началось строительство каменного храма, отслужил здесь молебен и направился в Троица-Сергиев монастырь. Долгое время писателем Заковскиным, а позже... Кто такой? Давай я. До автобуса, когда останется перемет, они не останутся. А позже эти события нашли отражение в опере Мусоргского Хованщина. Вот именно события этих мест помнят окрестности, где и будет возвышаться, посмотрите, пожалуйста, в правой стороне, вот эта самая желтенькая церковь, в честь воздвижения креста Господня. Рядом с ней места эти хранят память о путевом дворце, появившемся здесь еще во времена царя Алексея Михайловича, отца Петра Первого. Дворец был достаточно высокопростоин, и площадка перед ним была довольно-таки широкая. И именно на этой площадке впоследствии царевна Софья и устроила расправу над Хованским, построив деревянный эшафот и пригласив, соответственно, сюда вроде бы ради охоты самих Хованских. Но самым печальным и мрачным, возможно, для этих мест, многие говорили, что аварии в этом месте до того, как построили вот этот переход, и происходят как раз-таки из-за тех мрачных исторических событий. Потому что, по легенде, те самые Хованские не были преданы земле, и долгое время тела их еще отданы были на съедение собакам, как сама царевна Софья-то и говорила. Правда, позже в этих же самых местах сама Софья оказалась. И оказалось не просто так. Царевичу Петру донесли, что готовится бунт стрельцов, и этих стрельцов возглавляет его опекуша царевна Софья. В испуге он из села Преображенского бросился бежать в Туице-Сергиев монастырь. А царевна Софья очень быстро поняла, что бояре могут перейти на сторону Петра, и что стрельцы недолго будут ее поддерживать. И тогда она отправляется по этой же самой дороге, по которой со своими стрельцами бегом бросился тогда бежать 16-летний Петр. Но, не доехав, именно из села Воздвиженского посылают ему покаянное письмо в Туице-Сергиев монастырь, где он и остановился. Однако, как в то время сказано было, то ли письмо у истории А вот в противоположной стороне мы с вами сможем видеть те места, которые связаны с началом духовного пути Сергия Радонежского, того человека, который называют игуменом земли русской. И если нам вот после этого небольшого холма или даже здесь за деревьями удастся с левой стороны разглядеть беленькую церковь, то есть колокольник и церковь беленькую, вот, да-да-да, вот она вот появляется будет между зелеными домами и потом, как пройдем вот этот холм, тоже будет видна, то это восстановленная в 92-м году церковь преображения Господня в селе Радонеж. Именно от названия этого места Сергий, а до этого всего лишь отрок Варфоломий, пришедший в эти земли вместе со своими родителями. И получил название впоследствии Радонежский. И вроде бы сельский храм не напоминает столь громад она и необычна. Она скорее напоминает городские церкви, городскую ратушу прямо. Действительно, село прощупается, что как раз-таки для строительства этого храма владельцы этого села Голохвостовы пригласили московских архитекторов. И построена она вот в таком стиле с элементами барокко в селе, которое принадлежало князьям Голохвостовым. Прямо за этой церквью начинается дорожка к Луповому парку и усадебному дому. Сам усадебный дом не сохранился, а вот небольшие части того стоящего здесь в 19 веке регулярного парка, они буквально отголосками сохранены. И конечно же вот эта самая церковь, церковь сошествия Святого Духа, что в селе Новое. Но и до сих пор издалека эта церковь видна своим красочным обликом, поражая проезжающих туристов. Так и вспоминают, что на проезде всегда будет Духовская церковь в селе Новое. Необычно одна видна, особенно когда с противоположной горы, кажется, как будто бы она стоит ровно посреди проезжей части. А на самом деле проезжая часть перед ней делает небольшой такой зигзаг. КОНЕЦ Красочные дома с левой стороны всегда здесь очень такие необычные. И видна вот эта необычайная Духовская церковь в селе Новое. 19, что ли? Слушайте, прям на месте существовавшей здесь церкви в воскресенье Христова соответственно некогда находилась церковь Бориса и Глеба. Отсюда название сложилось села Глебовская. Но позже каменной была построена именно церковь в воскресенье. Ее восстанавливают всего лишь последующие последние три года и ныне уже во скором времени мы совсем окончательно восстановлены ее и увидим. Известно, что жены Анны Романовой сына этого впоследствии назвали Федором. на том месте где узнал Иван Васильевич Грозный о рождении у него сына Федора первоначально появился деревянный крест и часовня над ним. Позже в 18 столетии была перестроена она в каменную. Еще перестраивалась в начале 19 века и каждые соответственно 30 лет она приводилась в порядок сейчас выглядит красочным образом. но поскольку на этом месте первое что стояло деревянный крест с того момента построенную над ним часовню стали именовать как часовня креста. С правой стороны перед вами покажутся белые стены Федоровского женского действующего монастыря. Существовавший здесь первоначально небольшой монастырь церкви Федора Стратилата позже после времен Ивана Грозного необычайно поднялся и как раз таки как Федоровский монастырь стал существовать. Первый храм храм как раз таки в честь Федора покровителя сына Ивана Грозного Федора. Известно что в этом самом монастыре долгое время работал священником тот человек который известным был хирургом и впоследствии вошел в историю как и священник и хирург протеерей Лука Вона Ясенецкий вот здесь работал посещал храмы и в одном из них старейшем Спасо-Преображенским как раз таки пел во время службы. Мы с вами находимся на южной поклонной горе и далее отсюда не спускаясь прямо подъезжаем к тому монастыю что на этой горе находится и его название с горой это и связано как раз таки с горой и связано поэтому название этого монастыря Успенский Горицкий монастырь В 19-м году он стал существовать и здесь появился первый художественно-исторический вот на этой всей земле художественно-исторический музей действительно многое стало многое сохранилось сотрудникам монастыря и сейчас вновь эти побеленные стены но тем не менее важно что стены которые знали и видели многие исторические события а с высоты колокольни этого монастыря открываются все панорамы Переславля-Залесского Итак мы с вами сейчас выходим при входе посмотрите пожалуйста вот с этой стороны там где заканчивается стоянка начинает красно-белая колокольня видна панорама и особенно хорошо видно панораму панораму Микитского монастыря который находится на противоположной стороне Плещеевое озеро сейчас так они поднялись еще на колокольню можно будет посмотреть с угла этой площадочки стоянки но затем мы с вами должны будем войти в святые врата Горицкого Успенского монастыря и там дальше остановиться возле памятника Юрию Долгорукому передачи и дефицитом я здесь а ты мне ноги отреби Субтитры сделал DimaTorzok 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 В 50-е годы 20-го столетия архитектором Иваном Борисовичем Пуришевым на территорию монастыря был привезен памятник Юрию Долгорукому, основателю нашего города. Город был основан в 152 году. И по словам Николаевской Летки и Семеси, «Переясловый обращал в Мернесе и построил больше старого, и церковь в нем поставил камень, но это не как бы спасал». Во времена Юрия Долгорукого город назывался «Переясловый Новый», что значит «перенял славу». Но в 16-м веке в силу нашего северного произношения буква «Я» из названия города выпадает, и город стал называться «Переславлен Заревский», что находится в другом месте. Мы, 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 мы будем не сказать, что мы красиво, а пусть мы находимся. Мы, 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 мы В этой части монастыря Церковь Всех Святых с трапезной палатой постройки Успенского 17 века. Рядом стоит главный собор монастыря Успенский в плане Пенеугольной и Винчин-Петербурге. Расширен двумя пределами – с севера Рождества Богородицы, с юга Благовещения. В западной стороне собор кажется как бы незавершенным. Дело в том, что в бытности в архе Успенский собор и Церковь Всех Святых хотели соединить Гефсиманию по образу и подобию Гефсиманского сада, где была похоронена Богоматеря. Гефсиманию хотели поставить копию грех Богоматери и совершать особый богослужетный чин погребения Богоматери. После упразднения епархии Гефсимания пристанет к отрывным битвам почти сто лет. Когда открылась духовная меча, еще ее разбирают. История печалка построила в стране преподавателей мечащих, как мы сейчас. В середине северной стены дворец джинбург был построен вверх и ярких нефтом. После упразднения в Ахипусе в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане гург и на улице наполучился. Затем их снимаются откуда. К сожалению, дальнейшая судьба наших колоколов неизвестна, но положительно их переплавили на пушку. В 1919 году в здании городского монастыря открывается музей, первым директором которого стал Михаил Иванович Смирнов, Сан священника, историк Крыльев. И вот благодаря этому человеку в музее появляется большое количество различных экспонатов. В частности, этот колокол был привезен с одной из разрушенных церквей города с целью сакранности. Слад гробула были признаны к сладьбе в Перекладском районе, а также с целью сакранности. Единственное современное захоронение на территории монастыря могила Дмитрия Николаевича Кордовского, академика жилописи, имистратора для сложной деятельности Российской Федерации. Дмитрий Николаевич Кордовский родился в деревне Асурово под Переславлено в 1866 году. В 12 лет получил первую его переславление от матери, но по настоянию деда он заканчивал в юридическую академию и поступает в Петербургскую академию художников, которая не заканчивается, но не заканчивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Даниил Переславский Дима Тorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 На все осмотры, посещения туалета, туалета, там вот это кирпичное здание. Соответственно, у вас остается, ну мы с вами наметим 15 минут на посещение. На озеро можно съездить? Если получится, то мы доедем до Синего Камря, посмотрим, я узнаю, точнее. У нас время. Познал с минутой? Сейчас, пока мы здесь находимся, обратите внимание. На противоположность, Никитскому, вам рассказывают. Так, где идет он, где идет, а международно. Нет? 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 Успенского монастыря И наше движение будет по улице, которая сначала будет называться Московской, поскольку дорога идет из Москвы Далее она будет называться улицей имени художника Кордовского, прославившего в пейзажах своих Переславль-Залевский И об этом сегодня вы тоже услышали Наконец центральная часть города будет носить название улица Советская и площадь Советская Чуть дольше будет уходить улица Ростовская Сейчас при спуске с этой горы И все еще пока находясь на улице Московской, мы с вами можем видеть в левую сторону, в левую сторону Поворот на ту самую дорогу, которая будет вести вдоль озера Плещеева и подводить к ботику Петра Первого К тому месту, где начиналась когда-то флотилия, знаменитая флотилия, потешная флотилия Петра Первого Мы с вами едем по этой центральной улице и прежде чем мы приблизимся к историческому центру города Все-таки нужно сделать на сегодняшний день, наверное, акцент, особенный акцент Сегодня, сейчас идет у нас последняя страстная неделя поста И поэтому, возможно, мы с вами, но небольшое количество времени в каждом из городов Мы посетим с вами действующую церковь В данном случае здесь действующая церковь для нас будет с вами в Никольском монастыре Ну а пока оглянитесь, пожалуйста, в правую сторону, посмотрите Перед вами видны стены и шатровая колокольня, звонница И церковь, однокупольная церковь Троицы Троицы Даниилова монастыря Монастыря, основанного когда-то монахом вот этого самого Успенского монастыря От которого мы отъехали с вами, Даниилом И здесь он основывает мужской монастырь Но и этот монастырь действительно является мужским таким же И продолжает дальше свое действие Итак, в данном случае мы с вами приближаемся к исторической части города Но вот этот монастырь древний Троицы Даниилов Такой же Успенский монастырь, Федоровский Мы с вами проехали, то есть мы увидели с вами два действующих монастыря Один недействующий, являющийся музеем Или точнее музейно-историческим комплексом Ну вот в данном случае один действующий собор В настоящее время действительно возможно необходимо посетить В связи с, наверное, особенными днями на этой неделе Они закрыты двери Субтитры создавал DimaTorzok 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 И с боярскими домами Рядом с торговыми лавками Здесь же на этой пшенной площади Формировался еще и В центре города находящийся Монастырь Обратите внимание Те монастыри которые вы видели С высоты, Звонницы Горицко-Уссенском монастыре Находились как будто бы на разных Кольцах города На одном конце Горицкий На другом конце Никитский монастырь Таким образом они предохраняли подход врагов в городе Переславной Зарезки. Внутри же земляных волос, внутри города, находился Богородица Рождественский монастырь, в котором называли не просто жен, а деятельные монастыри. А в этом монастыре осталось лишь небольшой кусочек стилей, а в городе Поваркин, в основном, в лесополуразрушенном состоянии. Это всего-напросто стилей, потом уже все. достраивали 16-ю люди и пытались обрадить. Но так или иначе, именно в центре бывшего, делящего монастыря, после деревянных событий, в конце 18-го, в начале 18-го столетия, были возведены два события. Один в отечественном состоянии, а потом в отечественном состоянии, получили снять сезон, получили конкурсы сезон. А другой, похожий сезон, в сезон будет центр Александра Мятцеля. В данном случае, уже собора покоится. Но еще один из них, чем ближе, находится еще в центре сезон, и чуть больше капли едут. Поэтому вот этот сезон, в последнее время в ahead всего главный сезон, Владимирский собор, то есть новый собор, а в том, что появился в 12-м веке, на Савастолин-Старке. На площади, собственно говоря, были старые и новые соборы. Ну и кроме того, в самом городе 17-м веке появилось здесь церковь, посмотрите пожалуйста, и там не пропали. Почему такое название, чем Петра Митрополит? Действительно, у нас в Москве, даже на проспекту, это Дмитрий Филиппов, митрополит Востокский, а здесь митрополит Петра. Это тот самый митрополит Восток, при котором произошло перенесение столицы в нашу государство и схватение в Москву. Тогда уже в Москве начал править, соответственно, князь Даниил Московский или Даниил Александрович, сын Александрович, один из точнее его наших сыновей. Вот позже, при Юре Даниловиче, его сыне, сыне Даниила Московского, и происходит перенесение митрополитии в афетры из Владимира в Москву. Многим митрополит Петра именно здесь не запомнился. Ну а самое главное запомнился он и другим. Именно после этого события стали к нему совершенно иначе и относиться. Прежде всего, сюда пригласили Юрею, почему именно Переславль-Залиску поставили ему вот эту самую необычную шагу. Митрополит Петр был приглашен в Переславль-Залиску. В присутствии двух других митрополитов, его обвинили в продаже церковных должностей тогда. Так можно было бы современным языком сказать во взяточном числе. Обвинение в свой адрес спокойно воспринимал митрополит Петр. Но в скором времени, в результате вот этого разбирательства, оказалось, что вины его нету. А все это являлось оговором Тверского митрополита. Когда же сам Тверской митрополит почувствовал, что вина его доказана, он повинился перед стоящими рядом людьми и перед митрополитом и готов был принять наказание. Наказание от самого митрополита Петра. Но прилетно митрополит Петр простил Тверского и, соответственно, больше решил об этом не вспоминать. Вот именно, помня это событие, когда сумел выше других подняться митрополит Петр, была и поставлена впоследствии здесь церковь, которая отчасти напоминает церковь Вознесения в колонии. Обратите внимание, что после правления Митрополит Петр уже шатровый церковь на нашей крупной церкви перестает строить. Собственно говоря, после его правления и выходит особое постановление священных символов. Здесь же вот эта шатровая колония, конечно, она не такая, как в селе Колонии. Она не в таком миниатюре присутствует, но тем не менее отчасти хотя бы напоминает. Мало того, вы видите, что так же, как и у церкви Коломенской, с одной и с другой стороны, а у церкви Коломенской Четеревского, пристроена галерея. В последующие времена, то есть на протяжении конца 17-18 веков, в том самом крупном этаже, где проходил галерея и видные одежды, находилась в галереях. Они не хотят, чтобы не было, а взялись в галереях. Но на протяжении конца 17-18 веков и всему крупному спорту, а вот это все, что у их осталось в детстве. Микрополита Петра То самое каменное украшение, которое присутствует, допустим, у Дмитриевского собора во Владимире. Но позже, поскольку сам храм перестраивался после набегов татаро-монголу, то есть в 1382 году, в 1365 году, в 1481 году, то есть на протяжении всей столетии шесть раз он перестраивался. Поэтому, соответственно, возможно, часть этой самой каменной резьбы и была закрыта. Кроме того, и убрали сами галереи. Поэтому, Вы видите, вот там где заканчивается первый ряд, хорошо ли видите. Обалдеть минус в город, следующее время, наоборотные сооружения, наоборотные сооружения. Зименные баллы подходят непосредственно близко к Лисеевому озеру. С этой стороны, прямо под ним, начинается река Струга, которая является из впадающих рек самым широким. Видно Покровская церковь, а вот чуть дальше, посмотрите, пожалуйста, река однелела, как и многие другие. И вот здесь сделали красочную аллею, посвященную всем вашим жителям города Переславля Великой Отечественной войны. Поэтому очень красивая березовая аллея, подходящая непосредственно сюда. Продолжение следует... ... enrollment Workills ... ... ... ... даже в прежнем московске будет уменьшен далее начинается ремесленный посад там среди ремесленного посада поднимается церковь Симеона Столпника двухэтажного с красочным барочным обрамлением на втором этаже а чуть дальше там где подниматься будет еще одна поклонная гора города Переславль-Залевского но теперь уже северная поклонная гора будет находиться в необычном красочном заведении и оно связано с тем направлением куда мы сейчас с вами повернули и так в окрестностях города Переславль-Залевского есть то место которое некогда воспел знаменитый наш писатель-драматург Александр Николаевич Островский действительно в окрестностях города Залевского от бывшего озера некогда образовалось болото и болото это носило название Бериндеево болото вот своих героев Александр Николаевич Островский из сказки Снегурочка поместил как раз таки на Бериндеевом болоте а Бериндеево это действительно место недалеко от Переславль-Залевского расположенное мы сейчас будем с вами ехать в направлении Бериндеево а затем повернем как раз таки в сторону чуть дальше Юрия-Польскоба там где будет начинаться селение с таким же сказочным названием Большая и Малая Брембола ну а на той самой другой поклонной горе города Переславль-Залевского еще одними энтузиастами создан удивительнейший дом красочный, необычайно яркий дом этот дом носит название дом Бериндеево и всех приезжающих туда ну как правило таким образом устраивают детские программы ну значит программа которая интересна и детским, и детям вернее и взрослым всех приезжающих встречает царь Бериндеево и старушки Хокотушки вот царь Бериндеевец такой необычайный, белый, бородой с длинными седыми волосами и вот они-то как раз таки, эти люди, энтузиасты своего дела и восстановили в этом доме Бериндеево народные игры и под музыку они обучают людей в том числе бегут в мешках и в корытах, вернее с корытцами соответственно игре в лобду но все это красочно, весело, мило и под музыку и там на другой стороне города соответственно дом Бериндеево кроме того чуть дальше, если объезжать озеро Плещеево с той самой под горой, где находился Успенский Горицкий монастырь мы с вами на самом-самом конце у деревни Нагорье попадем в музей с удивительным названием музей кукушки это не значит, что частицы кукушки созданы так назвали дорогу, пускоколейку которая подходила к тем самым торфяным, балочистым местам и вот там демонстрируют первые железнодорожные вагончики первый паровоз вот этот самый паровоз, созданный в 30-е годы в этом самом месте в Переславле-Залесском и так музей утюга, музей чайников дом Бериндеев музей монет музей масок и каких только маленьких, современных, частных музейчиков здесь нету в 1843 г. храме Рождества Пресвятой Погородицы в селе Кубаво, в селе Кабанское само село находится на реке Тези вот она, речка, по мостику над ней проезжаем но сейчас уже рекой ее назвать сложно у нас принято такое деление если в своем обычном русле пространство достигает ширину двух метров то это действительно река здесь она в летние времена даже двух метров не достигает поэтому скорее можно назвать ручьем сам же храм Рождества Богородицы здесь появился именно в 1843 году когда специально на средства прихожан началось строительство храма в московском стиле и поэтому разрабатывал действительно его вот такой проект мастера здесь же в селе находится опытное поле своеобразной амбулатории московской академии сельскохозяйственной академии имени Тимирязева и это не случайно потому что чуть дальше вы уже будете видеть дальше небольшие перелесочки посмотрите они всего лишь представлять собой будут несколько десятков маленьких сосенок уходящих вверх буквально или березок стоящих по обочинам огромнейших-огромнейших полей поэтому пространство которое вы будете видеть слева и с правой стороны это участок территории идущий от Суздали шириной примерно от 12 до 28 километров и длиной по 75 километров весь этот участок представляет собой огромнейшие поля протянувшиеся здесь ну буквально в ту и в другую сторону именно между этими полями шли так называемые торговые купеческие обозы некогда эти торговые пути и отмечены здесь небольшими перелесками и поэтому странным было казалось бы появление этого самого города к которому мы с вами сейчас и направляемся потому что не увидим мы с вами ни земляных огромнейших земляных валов не увидим его стоящим на холме величественных стен не было и тех самых крепостей тоже не увидим казалось бы где же он тот самый древний город крепости Юрием Долгоруким этот город в котором мы с вами направляемся вовсе не как крепость строился а как город который будет в себе объединять торговые пути идущие из разного направления прежде всего здесь объединяется торговый путь из Москвы так называемая Страмынская дорога путь из Суздали и Переславля-Залесского те самые древнейшие города путь из Сузду путь из литр путь из Ланской Еще один ныне восстанавливаемый храм в селе Елизарво, ныне находится Вот одна из них, самая первая церковь, показалась здесь церковь Троицкая Мы ее первой с вами, вот в селе Рязанцево церковь Троица видим Позже село разрослось, стало известным колхозом, но тем не менее сейчас столь Таким же, достаточно большим и осталось, и вот взялись наконец-то за восстановление Троицкой церкви После 843 года храма Рождества Пресвятой Погородицы в селе Кубава, в селе Кабанское Само село находится на реке Тези, вот она, речка по мостику, над ней проезжаем Но сейчас уже рекой ее назвать сложно У нас принято такое деление, если в своем обычном росле пространство достигает ширину двух метров То это действительно река Здесь она в летние времена даже двух метров не достигает, поэтому скорее можно назвать ручьем Сам же храм Рождества Богородицы здесь появился именно в 1843 году Когда специально на средства прихожан началось строительство храма в московском стиле И поэтому разрабатывал действительно его вот такой проект мастера Здесь же в селе находится опытное поле своеобразной амбулатории Московской академии, сельскохозяйственной академии имени Тимирязева И это не случайно, потому что чуть дальше, вы уже будете видеть дальше небольшие перелесочки Посмотрите, они всего лишь представлять собой будут несколько десятков маленьких сосенок Уходящих вверх, буквально, или березок Стоящих по обочинам огромнейших-огромнейших полей Поэтому пространство, которое вы будете видеть слева и с правой стороны Это участок территории, идущий от Создали Шириной примерно от 12 до 28 километров И длиной по 75 километров Весь этот участок представляет собой огромнейшие поля Протянувшиеся здесь, ну, буквально в ту и в другую сторону Именно между этими полями шли так называемые торговые купеческие обозы Некогда эти торговые пути и отмечены здесь небольшими перелесками И поэтому странным было, казалось бы, появление этого самого города, к которому мы с вами сейчас и направляемся Потому что не увидим мы с вами ни земляных, огромнейших земляных валов Не увидим его стоящим на холме Величественных стен не было и тех самых крепостей тоже не увидим Казалось бы, где же он, тот самый древний город-крепость Юрием Долгоруким этот город, в котором мы с вами направляемся Вовсе не как крепость строился А как город, который будет в себе объединять торговые пути, идущие из разного направления Прежде всего здесь объединяется торговый путь из Москвы Так называемая Страмынская дорога Путь из Суздале и Переславля-Залесского Те самые древнейшие города Те самые древнейшие города Еще один ныне восстанавливанный храм в селе Елизарова Ныне находится Вот одна из них, самая первая церковь Показалось здесь церковь Троицкая Мы ее первой с вами Вот в селе Рязанцево церковь Троица видим Позже село разрослось Стало известным колхозом Но, тем не менее, сейчас столь Таким же, достаточно большим и осталось И вот взялись наконец-то за восстановление Троицкой церкви Троицкой церковь Троицкой церкви Троицкой церкви Продолжение следует... 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 которые впоследствии получили название Багратионовы флеши, и командовал князь Петр Иванович Багратионов. Будучи раненым, он продолжал, собственно говоря, руководить дальше действиями, пока, наконец, совершенно это не стало возможным, и его с поля боя не увезли. Тем не менее, его привезли сюда по его просьбе, просто потому, что жена Бориса Андреевича Голицына приходилась ему четвероюродной сестрой, то есть точно так же была потомком рода грузинских вот этих самых царей, поэтому именно сюда он приезжает, поскольку знал, что здесь ему будет оказан ближайший прием. И действительно, сюда привезли его уже тяжело раненого. Существует легенда о том, что последние 19 километров до этого самого местечка, села Сима, крестьяне везли повозку, на которой находилось вот такое тело уже тяжело раненого Багратиона, устилая дорогу, вот эту дорогу необычайно тяжелую, мы с вами сейчас ее прочувствовали, да, вот всю эту дорогу они устилали соломой, чтобы раненый Багратион не мог почувствовать тряски этой дороги, а последние 10 километров они несли его на руках. И тем не менее, уже знали, что он перейден туда умирать. И самое главное, чего он хотел, только лишь услышать, что все-таки Москву отстояли. И сюда к нему приезжает гонец, который привозит письмо, в котором, вернее, интересуется Путузов его здоровье. И этот самый конец не выдерживает и проговаривается, хотя все старательно скрывали окружающие его люди, проговариваются, что Москва отдана французам. И когда уже начали говорить, что вот Пут его рано заживет, ну, наверное, все-таки вряд ли это произошло, то в этот момент, как только услышал этот рассказ, он за дверью поднялся Багратион, рана его снова воспалилась с новой силой, и на следующий день, 12 сентября, по старому стилю, 24-го, по новому стилю сентября, он умирает. Спустя несколько дней он был захоронен недалеко от того самого дома, который мы с вами видели издалека, в этом самом месте. Но другое дело, что в окрестностях позже, в 30-е годы, многое было разрушено. Поэтому, прежде всего, вот этому сельскому поселению важно было, чтобы память сохранилась. Рядом с тем домом уже прежних, кроме самого дома, достаточно, опять-таки, в полуразрушенном состоянии не осталось, а вот церковь действительно смогли восстановить, и поэтому памятник Багратиону поставили рядом с таким обновленным уже храмом. И вы видите, что здесь тщетно обустроили дорожку, и, соответственно, поставили памятник заслуживающему вниманию. Вот таким образом мы с вами в глубинке увидели, как необычайно почитается памятник, и тогда был накормочен левым фронтом во время Бородинского сражения. И теперь мы сможем возвращаться в Африс. Намаска Африс 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Настил, с которого ввелся прицельный огонь, а остальные части ограды, они более среди не построены. В архитектуре все. А вот бренна вот такие ровные, это что, топором все равно, да? Прямо выходят и такие ровные. Топором. Ничего себе. Топором, все только топором. Сразу будем, что мы ходим смотреть. А когда закрыли монастырь, закончились тоже здесь, мужской монастырь, тогда он закончился. Вот. 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 Она просто-то интересна, однадцать стоит. Такой именно быстро убежал... Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Дорчев Дорчев были найдены вокруг собора после его завершения. Вот причиной к такому исходу дел, наверное, служит то, что как раз в то время, когда Ирмолин был здесь на восстановлении собора, князь Иван Третий вызвал его обратно в Москву, реконструировав Кремль. Мы видим, когда немного халатно осталось к самовязанности, и сложилось то, как попало. Что здесь осталось интересным? Самый нижний рельеф – это птица Сирен. Вообще, кладка изобилует разными языческими, восточными и эмфирическими существами. Сирен – это персонаж из язычества. Эти птицы пели на море, усыпляли моряков, и корабли неуправляемые сбивались на скалы. То есть такой негативный корабль. Переселившись в гостианство, Эти птицы втроют в раю и втроют в лозу. У меня рядами выше – медальоны, у них целители с ложечками. Восточные – одни грифы змей. Грифы змей – Сирены, львы и также драконы есть. Они оформляли, находившиеся ранее в Закомарах, сюжетные композиции. Драконы, например, были в городе «Курестон». Драконы, например, были в городе «Курестон». Здесь символизировано доброе, доброе слово. Двумя рядами выше и движутся ближе к западу два ангела. Они скомпозицияют на окружении. Восточнее – гриф – птифон. Птифон – это земля «соскописта». То есть птифон – это существо с головой, 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 черва. Орел собой символизирует божественную пруду. Лев застанавливает. Так, что еще интересного здесь? Самым верхом – в капителе. Вы можете видеть маски львов. Раньше они чердавались с масками дружинников, считались как бы хранителями собора и отделяли аркатурный пояс, который был во своем периметре. То есть отделяли землю от церкви землами. И еще запомнили аркатурные петели. Невесты и сейлы. И это застанавливает. В 15-х капителях – это как раз то, что чердовалось с львами. Это грильба. Так называемый, а то есть дружинок мятин. Очень интересный камень у нас нужен в жизни. Это кодоматик в стиле аранта. Аранта в плотинку пьет молящаяся. Производная от него, наверное, знаете, это икона знамения, распространенная на севере Руси в 50-х века. И если говорить о, скажем так, политической подоплении образа, то аранта изображалась в алтарной части византийских храмов. А поскольку русские друзья считали в Москве, в Москве, в Третьей Риме была названа, и считались вверху ремника византийских храмов, поэтому в один из моментов, почему этот образ здесь. Второй повод изобразить аранту – это усердные моления. То есть молиться с половинками руками тяжело. Так имели обычаи молиться, как называют, неправильники. В Библии, как минимум, одна такая история описана, когда Моисей молился во время боя с израильтянцами и хитянами. Пока он одевал вверх, в Израиль одолевал. Как только он вставал и отпускал руки, побеждали враги. То есть такой символ преодоления по ему какой-то высокой цели. Ну и еще такой социальный аспект. Во время постройки собора храм делился на две половины – мужскую и женскую. И женская как раз половина душная. Вход чуть выше капителей охраняет партусы. Ну, парт в языках древней низкой группы – леопард. Я уже говорила вам, что в лево-владимирисусский музей – это прославитный лев. То есть это как бы модернизация. Но вот в данной интерпретации партусы имеются волчьи горки. Вот такие охранители. Далее у нас идут два участка этой стены. И здесь, в общем-то, самый интересный. Возполагавшиеся ранен кукулеты, в которых нужно уходить. Первая из них – это сами под окном полулежащий юноша с корзинкой и посохом. Это в камене с композицией «Семь спящих отроков в Ефессе». Сюжет из раннехристианской истории. В очередной гонении на христиан в Ефессе семь отроков закрылись в пещере для свободы гординки с едой. И в основном присутствовали на 300 лет. И простой сюжет при христианстве христианства. Второй камень из этой композиции через ряд выше, с восточной трубой. Здесь выглядывают ножки и корзиночка. Еще один камень из этой композиции с запада. Еще один с севера. И еще один найди, но он не вошел в складку. Сейчас находится внутри собора. От середины окна два камня с композицией Ветхозаветной Троицы и гостеприимства Абраама. То есть стол – ангел сидящий. И второй камень – боковой ангел. Выше над окном пояс из святых. Самый левый из них – это камень с отроком. Из композиции «Три отрока в пещи огненной». Это ветхозаветный сюжет времен завоевания Израиля Вавиловского соляного Ходоносера. Он изготовил большого золотого истукана и велел в означенную часть по звуку трубы всем пасть и поклониться ему. От три израильских мальчика этого не сделали. И сайты были брошены в очень сильно раскаленную печь. Он бог послал своего ангела, и отрок с отроками ничего не случилось. После этого Наконасер издал указ о прочитании израильского бога своей империи. Следующий ряд над поясом пустой. Выше два камня из композиции «Преображение». Это второй и третий. Первый – Христос. От него отходят палки – это лучи. И апостол. Палка луч ему упирается в голову, но он был немного ниже. Кстати, особенностью этой композиции, видимо, в каком-то художественном плане, явилось то, что апостолу, как обычно, иконографию внизу, а явившиеся Моисей и Илья, они не рядом с Христом, а выше. Они мельче по наш наук были, но в верхней части. Это достаточно необычно для того времени. Но, опять же, говорит о таком земном и политическом значении через день. Рядом с тем, который лучом был по голове, это как маски или как читы? Это не рукотворный спас. Вы рукотворный спас знаете. Это первый икон. А рядом с ним это что такое? Вот какой-то? Ну, предсказка. Как беседа такой вот. Правее, правее это. Это щит. А, это щит, да. Рядом с ним это давить. Вот сюда. Внешне, у окна, там еще один. У самого окна, оставшиеся два апостолочка. Понимаете, не верю в свое ображение. Один камень впервые. Понимаете? Вот так вот жилище. Понимаете? На данном самом верху еще одно изображение благородицы оранжевого. Ну, оно было как раз на постаменте, как у него. С боков от нее ангелы из композиции воскресенья. А с боков от них феррубинки. Так. Ну, еще надо сказать, что на головонке есть парные метальоны. Да, это два самокруглые. Да, да. Ну, самый верхний, это гриппа. А вот и метальоны. Да? Потому что верхние пары, это Козьма и Думиан. Нижние, Бориса Глебовича. Бориса Глебовича в первую очередь. Штат, в первую очередь. А, слизистка. А теперь, то пусты. Ах! Вау! 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 Здесь как раз, футовый плясный. Еще один спящий пляский. В середине окна его распорненными руками. Это камень с композицией для этого отрыва. Единственное, сохранившись в камень за три экспозиции. Наверное, здесь очень интересный мест. Западный Львов, он не укладывал под храм, потому что он укладался напротив алтаря. Здесь охранниками являются львы. Они не очень любят львов, но через ряд, но в цели. Обратите внимание, мало того, что они дремлют в тени своих хвостов, но это стандартно. Они еще прикусили языки. Это такое напоминание о том, что заходя в храм во время службы нельзя разговаривать. Вот здесь посмотрите, в первой части выступающие львы. Сюжет действительно древний и во многих эпосах встречающихся. Одна из самых древних львов. О том, что он помогал царю Соломону строить левую русалинскую страну. И здесь... Ну, флаги, в принципе, они... Бокаласпеля в трех частях встречаются, но здесь, скажем так, тем более красивые. Они здесь изображены, как бы намекая на ассоциацию с царем Соломоном. Соломона... Внешне выделено вот это плава. Вот такой же красивый скамп. Ну, по-моему, до разрушений. Про Риба с вами рассказала. А вот эта часть как раз наиболее сохранила. То есть вот с севера до Аркатурны, вот фриза, включая фигуры святых. И здесь вот часть фриза видно. А дальше, собственно, Барабан потянул за собой большие камни сюжетных композиций. И на юго-восток там в руку полностью. В принципе, на этом могу закончить. Если нет вопросов. Как леопарды называются? А, ну, собственно, да. Мы с вами сейчас возвращаемся к входу Михаила Ассановича. Монастырь. Необходимо перед дорогой нам с вами наверху. Они как до Града Юрия Польского. А с правой стороны поднимается колокольня. И темно-красный цвет с белыми полосами в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Это большая, соответственно, и рядом маленький стоящий, и маленький стоящий древне-зимний троицкий храм. Тот самый храм, который известен тем, что находится в пределе церкви Покрова Пресвятой Богородицы, мощи последователя Сергия Радонежского. Того человека, который после него возглавил Троица Сергия в монастырь Никона Радонежского. Мощи Никона Радонежского находятся в соборе, вернее, в притворе собора Покрова Пресвятой Богородицы, что в Юрии Польском. В городе Кольчугино не проживает. Сколько было в начале 20 века? Тогда, когда здесь было огромнейшее-огромнейшее производство. Ну, а о том, что земли здесь старинно были устроены именно таким образом, я специально взяла посмотреть, кому будет интересно. Здесь показана территория так называемого Ильмихотского края. Город Кольчугино находится на территории бывшего Ильмихотского края. С одной стороны показана территория Аполье, это Юрия Польской, Суздаль, Владимир. А с другой стороны дорога к Мельскому краю, Мельскому названа так, потому что населяли его финно-угорские племена Мелия. Это территория Ростова-Переславля-Залезского. Если интересно посмотреть старую схему, можно передать поедам, вот у меня, к сожалению, только вот такой маленький рисунок. А что это такое? Ну, водохранилище, ведь я только что сказала, это искусственное водохранилище, образованное на месте впадения реки Белы в реку Пекшу. И протяженностью оно достигает 12 километров в сторону, посмотрите, оно там далеко уходит. Сфотографируй, да, не сошел еще. Чайка, красота, да. Это на то, наверное, мы смотрели, да? Нет, мы там не были. Мы едем на другую дорогу. Мы едем на другую дорогу. Посмотрите, если ехать дальше в золотую кольку, в таком острове, значит, снова Слава-Залезского. Если проехать вперед, Слава-Залезского, еще 65 километров, будет в Ярославль. Если от Кострова-Переслава дальше, в Кострова-Переслава, будет в Ярославль. Если один такой дорогой немножко в сторону, будет Кострома. Дальше, вот Кострова-Переслава, будет в одну сторону, и от него в сторону, и от плеса в сторону, а от плеса в сторону, и от шутка. То есть там, это далеко-далеко-наслово. Через 100 метров, поэтому золотой кольцей надо. Начинаем на седу, потом подворачиваем, намагаемся. Может, как-нибудь еще выбраться? А что? А уже запросто на электричество. Так своим ходом. Так смотреть надо, и право, направо в сторону. Не знаю, как надо быть. Вот музей Александра Васлобода мы только что с вами проехали, и спускаемся с вами к низу им речки Серый. По легенде, именно здесь расправился Иван Грозный с одной из своих последних жен, седьмой женой, утопив ее в реке Серый. За коммерцией, а за что он все это купил? За подозркой? За подозркой? Как понять, верность его не сводила? Да. За подозркой? Да. Да, да. Она как-то не уменьшает, держится. За подозркой. А, вон она, наверное. Здесь свои кресты горят. Угу. Да. С левой стороны, посмотрите, пожалуйста, красочно отделанный дом купца. Обратите внимание, двухэтажный дом, за перевошенный день здесь ныне как раз таки находится художественный музей. У строителей его приглашают также получают приезжающих гостей романсами. У нас с Романским поезд вместо романсов в музею. Нет. Ну, помимо дома купца, помимо Александровой Слободы, в городе Александры иногда посещают еще… Вы, наверное, догадались, что… Ну, да, это редкий случай литературный, да, если литературная бывает экскурсия. А иногда, бывает, посещают еще и знаменитый Александровский спиртзавод. И рядом находящийся маленький магазинчик под названием «Царская водка». Ну, мы с вами туда сегодня не поедем. Не поедем? Почему? Я шучу, шучу. Нам хватит уже, хватит нам. Не оценили. Ну, он не мешал бы. Ну, извините, пожалуйста. Cette vidéo? Ну, если я пятно... Конечно. Все, две! Right! Если я пятна... Час там. О-о-о! Ничего. Ничего, ничего. Час.